Вас приветствует информационная служба 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. С каждым годом растут грузоперевозки в Казахстане, утепляются экономические связи со странами ближнего и дальнего зарубежья, организуется единое таможенное пространство, усиливается и борьба с контрабандой. Каким уловком прибегают современные контрабандисты, вы узнаете из сюжета Сергея Высокосова. Кто промоотход Казахстан поставил новые мусорные контейнеры. О том, как правильно теперь нужно выбрасывать мусор, смотрите в репортаже Амин Смаковой. Жители города призывают беречь общее имущество. Подробнее в репортаже Марка Брюшко. Еще одна карагандинская семья осталась без квартиры. На этот раз жилье между собой не поделили родные и сестры. Одна из которых, поделав подписью нотариуса, взяла кредит в банке под залог трехкомнатной квартиры. В любой момент банк может отобрать квадратные метры. Подробнее у Мирамгуль Салкимбаевой. После смерти родителей Шагиза Салимбаева стала опорой для своих младших братьев и сестер. На протяжении многих лет женщина старалась не отказывать им ни в чем. Даже когда младшая сестра Азизалия Акпаровна решила открыть свой бизнес, Шагиза оформила ей кредит под залог трехкомнатной квартиры, хозяином которой являлся ее муж. Собственник квадратных метров Берик Салимбаев узнал о том, что жилье находится в залоге лишь спустя три года. Через этот нотариус. Вот это все здесь и совершалось. Подделка моих подписей и остальных документов. Подделка, фотографировали другую квартиру. Вот это все. Сейчас в данный момент я могу на улице остаться. Я между небом и землей. О том, что нотариус подделала подпись в заявлении, подтвердила экспертиза. Однако по неизвестным причинам служители Фемиды данный факт не учитывают. В свою очередь, дочь пострадавшей стороны Нургульсан Сысбаева объясняет эту ситуацию таким образом. Предположения есть такие, что мамина сестра, нотариус, сам судья, они все с одного района, родились в одном районе. И, по-моему, я с этим только связываю, что, возможно, они были прежде знакомы. Виновница же этой истории Азизалия Акпаровна не только не признает свою вину, но даже не сожалеет о случившемся. Женщина не выходит на связь, не отвечает на звонки от родных, рассказывает Нургульсан Сысбаева. Выходили мы с ней на контакт, пытались как-то поговорить с ней, мирным путем уладить это все, но все попытки были тщетны. Она отказалась. А это частный нотариус Зухра Болтабаева. Со слов пострадавших именно она подделала подпись Беррика Салимбаева. Однако женщина давать какие-либо объяснения попросту отказалась. У меня журнала нет у собой, это вы прекрасно знаете. Все изъято в судо. Правильно? Я сейчас даже вам ничего не могу показать. Вы подтверждаете тот факт, что вы подделали? Никто. Кто говорит, что я подделал? Человек был, я подтверждаю, что он был. Экспертиза. Состояние Шагизы Салимбаевой на сегодняшний день неутешительное. Карагандинка за последние два года перенесла две дорогостоящие операции на сердце. Живет пожилая чета уже больше пяти лет у дочери. Отобрать законные квадратные метры банк может в любой момент, уверяют многострадальцы. Миром Гусалкимбаева, Жаслана Мандыков, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Работа на коксохимическом производстве Арселор Метал Тимиртаун восстановлена на 70%. Предприятие вышло на доаварийный уровень работы. Об этом нашим корреспондентам рассказал исполнительный директор компании Ива Хмелик. Напомним, 26 июня произошла авария, которая привела к остановке основных цехов. Сегодня все они вышли на полную мощность. Между тем, в коксохимическом цехе седьмая и пятая батареи по-прежнему не функционируют. Здесь ведутся восстановительные работы. Тем не менее, завод не испытывает потребности в коксе. Ива Хмелик отмечает, что обрушившаяся труба была установлена в 1969 году. Срок ее эксплуатации составляет 50 лет. Потому причины аварии им непонятны. На месте происшествия все еще работает комиссия. В течение недели будут завершены все необходимые экспертизы. Мы четко отработали по аварийному плану. В течение суток мы восстановили производство. И с понижения на полную мощность это нам взяло два дня. Третий день после аварии мы уже производили 8500 чугунов. Это еще чуть-чуть больше, чем наш планованный уровень. Мы планируем 8300. В этот день мы сделали чуть-чуть больше. Время рекламы, она пройдет быстро, не переключайтесь. Иссык-Куль. Райские отдыхы доступны каждому. Великолепное горное озеро, песчаный пляж, чистейшая вода, горы, аромат зелени, благоухание цветов. Благоприятные условия для отдыха и лечения. Отдых вместе с Карлыбаш. 42-42-15, 42-42-21. С выше 1 миллиарда тенге оценивается незаконный ввоз товаров из Китая на территорию Казахстана. Карагандинской транспортной прокуратурой направлена в суд уголовное дело по факту экономической контрабанды, совершенной организованной преступной группой. Сергей Высокосов с подробностями. Расследованием установлено, что товары из Китая ввозились преступным путем в 4 региона страны. Карагандинскую, Алматинскую, Кастанайскую и Североказахстанскую области. Три участника преступной группы создали 4 ТОО на подставных людей. В адреса этих же организаций и отправлялись с марта по июль 2012 года из Китая контрабандные грузы. В железнодорожных вагонах и большегрузных фурах. При этом в сопроводительных документах, в том числе в транзитных декларациях, указывались гранитные надгробные плиты на стройматериалы, имеющие низкую цену растаможки. На самом деле в железнодорожных вагонах и фурах находились товары народного потребления, которые по цене растаможки на десятки сотен раз выше, чем декларированы. Подобная схема с подставными лицами и фальшивыми документами существовала длительное время, но была пресечена совместными рейдами мобильной группы Карагандинской и других транспортных районных прокуратур. Совместно с органами национальной безопасности, финансовой полиции и таможенного контроля был проведен ряд специальных экспертиз. Они проведены экспертизы с привлечением специалистов в области компьютерных технологий, которые восстановили удаленные с компьютерной техники следы преступлений. Там оказались доверенности, письма в таможенную службу, электронные бланки декларации и другая фиктивная документация. Сначала были обнаружены ряд разрозненных фактов контрабанды, но в организации подставных предприятий и получателей фигурировало одно и то же лицо. Да и обыски с санкцией суда дали результаты. В течение длительного времени это преступление наема никак не могли расстоять, но после произведения обыска, когда наема было установлено, что данная регистрация, так же гражданин ТЭМ был причастен, это уголовное дело было в нами соединено в одно производство и закончено в срок. Не так просто обнаружить провоз контрабанды. Очень велик грузооборот. Невозможно же 100% досмотреть все. Поэтому есть определенные меры, которые таможня принимает, берет их на контроль и проводятся специальные мероприятия. Именно в ходе их и были выявлены эти факты. Не раз и не два перепроверялись факты. Ведь виновным надо было предъявить не только подделку и использование официальных документов. Было предъявлено обвинение за контрабандным товаром в составе организованной преступной группы и за по 235-й. Это организация, руководство организованной преступной группы и участие в ней. В настоящее время все члены организованной преступной группы арестованы и содержатся под стражей. В рамках обеспечения исковых требований прокуратурой заявлен иск о конфискации контрабандных товаров в доход государства на сумму свыше миллиарда тенге. Что интересно, не было ни одного заявления о внесенных немалых средств на покупку этих контрабандных товаров. Лишиться миллиарда тенге и не заявить об этом может не каждый человек. Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый, Карагандинский. Между тем, в городской прокуратуре функционирует мобильная группа по защите прав и законных интересов предпринимателей. Сюда бизнесмен может сообщить о любых нарушениях, связанных с предпринимательской деятельностью. Телефоны горячей линии вы видите у себя на экране. Кроме того, в прокуратуре Караганды ежемесячно с 10 часов каждый первый вторник проводится день открытых дверей для предпринимателей. В Караганде установлен первый контейнер, в который горожане могут сбрасывать отработавшие свое лампы и батарейки. Это пилотный проект по утилизации опасных ртутьсодержащих отходов. Опробовали на практике контейнер особой конструкции и наши корреспонденты. Новый мусорный контейнер установлен по улице Алиханова 8. Он имеет три отделения для использованных батареек, аккумуляторов и лампочек. Инициатором установки таких баков стал Карагандинский экологический музей. Воплотила идею в жизнь компания «Промотход Казахстан». Цель нашего проекта – привлечь население к раздельному сбору ламп ртутьсодержащих. Потому что в настоящее время сейчас просто выкидывается все вместе с ТБО. В мире давно уже так это не делается. Чтобы по правилам избавиться от отслужившей свой срок лампочки или батарейки, горожанам платить не придется. По мнению Алексея Смирнова, эти контейнеры – настоящий подарок для карагандинцев. Поскольку вредные отходы будут не просто переработаны, а полностью уничтожены. К примеру, в Европе такая практика введена давно. А вот мнения карагандинцев о появлении нового бака разделились. Очень хорошо. Меня барабер. Позитивно смотрю. С сегодняшнего дня карагандинцы будут выбрасывать батарейки и ртутосодержащие лампы в этот специализированный контейнер. Правда, он пока в единственном экземпляре. Если это приобретет популярность, то таких контейнеров по городу станет намного больше. Амина Смакова, Боржан Алипов, Марат Култенов – первый карагандинский. Пестрящие лозунгами информационную бюллетень, призывающие беречь общее имущество, появились на подъездах и домах города. Таким способом общественники решили привлечь внимание людей к проблемам, связанным с содержанием дворов. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. К сожалению, многие председатели КСК загружены, и поэтому мы сегодня в помощь людям. По закону, собственники квартир обязаны следить за состоянием придомовой территории. К сожалению, большинство жителей города этого не понимает. По их мнению, всю работу должны выполнять службы КСК. Объяснить простым людям всю важность их участия в сохранении целостности домов и дворов решили нестандартным способом. Специально для этого были напечатаны необычные информационные бюллетени. Мы раздаем председателям КСК на встречах, мы ходим по сходам. Бывает собрание КСК, мы туда приходим, переносим газеты, раздаем жителям, ну везде расклеиваем. То есть не обязательно, что мы каждую листовку сами приклеили. Мы раздали, и люди приклеивают. Ну, иногда потом возвращаются и спрашивают, дайте еще. Оригинальные листовки. В них стихотворение Григория Остера, известного всем своими вредными советами. Быть может, прочитавший эти произведения, узнает в них себя, задумается и, наконец, начнет ухаживать за своим двором, а может, перейдет в порядок свой подъезд. Они и концепции развития местного управления. Обсудить работы КСК и их взаимодействие с жильцами собрались на конференции в Акимате района имени Казбекби. Среди присутствующих председатели КСК и представители крупных компаний города. В рамках этого лота, вот сегодняшнее мероприятие, оно проводится для того, чтобы научить председателям КСК рассказать о том, что сегодня, как должно работать КСК. Чтобы работало КСК, должно быть три составляющие, ну три критерия, мы так называем. Грамотный председатель КСК, развитое самоуправление, это самый сложный момент, и работающее правление, и, соответственно, комиссия, которая занимается проверкой нашей деятельности. В рамках конференции ее участники посмотрели презентацию и получили экземпляры ежеквартального издания «Вместе живем и управляем», посвященного проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Организаторы обещали создать тандем, что поможет председателям КСК вновь объединиться и развивать сферу ЖКХ. Сотрудники Организации «Мир добра» и «Образование и развитие» свято верят в успех своей идеи. Однако, как именно подействует информационный бюллетень на умы граждан, покажет время. Марк Блюшко, Жаслан Амандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Около 80 обладателей знака «Алтенбельгэ» победители Олимпиады соревнований побывали с экскурсией по Астане. Такой подарок 15-летию столицы умникам и умницам сделало Управление по делам молодежной политики. Вместе с выпускниками в Астане побывал наш корреспондент Динара Сартаева. Сегодня Астана – это уже большой мегаполис. Небоскребы, музыкальные фонтаны, памятники, известные во всем мире Байтирек, Хан-Шатыр и мечеть Хазарет-Султан оставят под впечатлением каждого туриста. В первую очередь ребятам показали монумент «Отан-Ана». Там представители молодого поколения возложили цветы к вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной. Экскурсия в преддверии дня рождения столицы – возможность наглядно показать без пяти минут студентам, как преобразилась Астана за 15 лет, говорит руководитель отдела информационно-аналитической работы по вопросам молодежной политики Карганинской области Азамат Сулейменов. Главная цель нашей экскурсии – это формирование патриотического отношения к своей родине, к своей земле. Еще одна цель – это, чтобы молодые люди ценили наши достижения, достижения страны, чтобы ознакомились с культурным наследием современным, а также с духовным. Алишер – выпускник школы для одаренных детей «Мурагер». Как и другие отличники учебы, юноша смог познакомиться с историей становления города, гордостью молодого государства. Я хочу, чтобы наша страна стала одним из мировых лидеров, чтобы мы были на одной волне с США, с Россией, с Китаем, чтобы наша экономика была одной из сильнейших, и мы могли спокойно рассказывать о нашей стране в других странах, и они начали нас узнавать. Хазарет Султан – мечеть, которая носит имя пророка Мухаммеда. Здесь выпускники побывали тоже. Они увидели необычайно старую священную книгу «Мусульман» – Коран, и полюбовались самой большой в Средней Азии люстрой из хрусталя весом в две тонны. А в зимнее время, наоборот, позже, потому что солнышко зимой встает, и, конечно, чуть-чуть позже. Пирамида «Дворец мира и согласия», «Байтирек», «Музей первого президента» и «Дворец независимости» – в этот день умники и умницы посетили все достопримечательности столицы. После сытного ужина команда карагандинцев отправилась домой с незабываемыми впечатлениями. Динара Сартаева, Тульгин Рашидов, Марат Культенов, «Первый карагандинский». О новостях спортивных расскажет Берик Апаров. Он уже в студии. Берик, тебе слово. Дебют мини-футбольного клуба «Тулпар» на европейской арене. Об этом и другом через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Финалист Кубка «Братин» и карагандистская СРК продолжает подготовку к новому сезону высшей хоккейной лиги. Состав команды все еще продолжает формироваться. Очередным приобретением стал старый новый 34-летний хоккеист Виталий Аап. Начинавший карьеру в Караганде первыми тренерами, которого были Владимир Кленер и Борис Курганов, Виталий перебрался в Германию, где довольно успешно играл за местные клубы. И даже привлекался за сборную Германии. За 615 матчей в высшем немецком дивизионе Аап набрал 343 очка по системе «Гол плюс пас». Серебряный призер минувшего первенства Казахстана по мини-футболу «Караганинский Тулпар» в этом году дебютирует на Евроарене. Жеребьевка Кубка УЮФА, где караганинский клуб узнает своего первого соперника, состоится уже сегодня. Невероятный успех Алматинского Кайрата в главном мини-футбольном турнире Старого Света подарил караганинскому клубу и болельщикам возможность самим вкусить футзал высшего европейского сорта. Хоть мы и не участвовали в розыгрыше Лиги чемпионов, но команда провела много международных встреч, имеет определенный опыт. Конечно, тяжело будет играть с грантами, потому что мы на себе испытали в некоторых товарищеских играх, в каких-то международных турнирах, вот именно силу и мощь таких команд. Большой опыт выступлений и, конечно же, прошлогодний успех Кайрата способствовал сильному скачку рейтинга нашего чемпионата в таблице коэффициентов УЮФА. Благодаря этому даже дебютирующий в Европе Тулпар начнет турнир сразу с основного этапа, минуя предварительный раунд. Но готов ли караганинский клуб к выступлениям в престижном турнире? Ведь незапланированная европейская компания требует дополнительных затрат. Это серьезный такой турнир, нужны серьезные приобретения, это финансовые, пока дополнительных средств на участие в веке чемпионов у нас нет. Незапланированное увеличение бюджета – это трата, которая оправдает себя с лихвой. Ведь выступление в Кубке УЮФА, кроме реальной проверки сил, несет в себе немало побочных бонусов. Это и мощнейшая реклама города, так и клуба в Европе. Кубок УЮФА – самый престижный турнир в Европе, где участвуют сильнейшие клубы, которые могут подарить неоценимый опыт нашим футболистам. Ведь в Тулпаре всегда делали ставку на местных воспитанников. Если у нас большинство игроков – это караганинцы, то в Кайрате – это легионеры. Участие именно казахстанцев в турнире даст огромный толчок к развитию меню футбола, как в регионе, так и в стране в целом. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Это все новости на сегодня. Напоминает телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Благодарим за внимание, всего доброго. Аман Саугунгсдар. Субтитры создавал DimaTorzok